4 миллиарда рублей намерены потратить на самое необходимое. Первоуральские депутаты сегодня приняли бюджет на предстоящий год во втором окончательном чтении. Какие проекты собираются продолжать и на что решено увеличить расходы, расскажем в сюжете. Последнее в этом году заседание городской думы начинается с торжественной ноты. Депутаты ЗАГСобрания Алексей Дронов и Елена Чеченова награждают первоуральцев, внесших вклад в развитие муниципалитета. Благодарности, к примеру, получают металлурги, деятели сферы культуры и образования. В этом году, наверное, как никогда мы все почувствовали значение взаимопомощи, взаимовыручки, заботы, дружбы, сотрудничества. И только благодаря объединению усилий удалось и оказать помощь бизнесу, оказать помощь гражданам. Главный вопрос повестки – городской бюджет следующего года. Он наполовину состоит из областных средств. Крупные проекты, которые первоуральская казна не потянет самостоятельно, намерены реализовать на условиях софинансирования. К примеру, завершение строительства насосно-фильтровальной станции, чтобы вода была чище. Трата бюджета в 2021 году планируется оставить на уровне 2020-го. Если вспомнить, каким бюджет города был, например, в 2013 году, то это практически удвоение расходной части обязательств. Это значит, что у нас будут и новые объекты, и новая инфраструктура, и будет улучшаться качество жизни жителей города Первого Уральского. 4 миллиарда 200 миллионов. Столько в итоге средств предположительно будет в городской казне. О нюансах Первого Уральского бюджета депутатам докладывает замглавы Марина Ярославцева. Основные траты предусмотрены на сферу образования – порядка 65% от общей суммы. Далее идут ЖКХ, социальная политика и экономика. На 80 миллионов рублей мы увеличили расходы на ремонт дорог, на 62 миллиона рублей мы увеличили расходы на благоустройство, и на 334 миллиона мы увеличили расходы на соцполитику. Власти не скрывают, бюджет следующего года дефицитный. Тем не менее, он остается социально ориентированным. Реализацию приоритетных проектов, начатых до пандемии, намерены продолжать. В их числе благоустройство района Корабельной Рощи, его планируют провести в 2021 году, и строительство школы в течение двух лет. Администрация постаралась в бюджете на следующий год учесть все основные направления, которые были приняты и взяты обязательства в 2020 году, продолжить их в 2021. Но самое у нас основное – это насосно-фильтровальная станция, плюс школа в поселке Белимбай. Перворайские депутаты сегодня рассмотрели бюджет уже во втором чтении и приняли его единогласно. В следующий раз Дума соберется в новом году. Заседание намечено на 29 января. Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости. Перворайск.